Подиум, пилон, музыка, девушки. Согласитесь, это сочетание вряд ли наводит на мысль о том, что речь идёт о спорте. Тем не менее, это так. Впервые в Петербурге состоялись соревнования по пол-фитнесу, или по-другому, акробатике на шесте. Действуя впрямь, напоминает стриптиз-шоу, однако сами участники просят не путать, как говорится, божий дар с яичницей. В нюансах пол-фитнеса разбиралась и разобралась Светлана Качанова. Пилон, девушки в купальниках, но место действия не подиум в полумраке ночного клуба, а ярко освещенный фитнес-зал. Зрители в основном представительницы прекрасного пола. Участницам соревнований обнажаться категорически запрещено. Тут, как в фигурном катании, оцениваются артистизм и техника. Больше всего баллов начисляется за акробатику. По правилам, на 70% номер должен состоять из трюков. Существует общепринятое мнение такое, что стриптиз и холл-дэнс это практически одно и то же. На самом деле это мнение глубоко ошибочное, поскольку эти два направления объединяют, наверное, только костюмы. Довольно открытые костюмы необходимы для того, чтобы человек мог удерживаться на шесте и не более того. В нашей стране новое направление фитнеса существует только год. Поэтому некоторые девушки, конечно же, пришли из стриптиза. Чемпионка 2008 года Елена Марсо раньше танцевала в клубах. Теперь открыла целую школу акробатики на шесте. В ее исполнении артистический пол-дэнс. Отличие от пол-фитнеса, здесь есть костюмы, аксессуары и туфли на каблуке. Я считаю, что пол-дэнс это вид искусства в первую очередь. Ну, по крайней мере, для меня так. Дело в том, что танец на шесте, я считаю, должен быть законченным, гармоничным, художественным произведением. И все-таки большинство участниц и участников пол-фитнес пришли из акробатики, гимнастики и хореографии. Константин Леводкин – профессиональный танцор. Раньше танцевал классику, но еще в 2005-м выиграл открытый Кубок Финляндии по пол-фитнесу. К стриптизу не имеет никакого отношения, так же, как и его ученики. Эротические танцы исполняет только на соревнованиях. Пол-дэнс позволяет максимально развить свое тело, улучшить гибкость, улучшить физическую форму максимально. Там и силовая нагрузка, плюс там работает все тело. Во всем мире пол-фитнес уже признан в качестве вида спорта. В России пока нет. Но планы у тех, кто его развивает, амбициозные. Они уверены, что акробатика на шесте рано или поздно пойдет в программу олимпийских игр. Этот танец россиянам очень понравится в том, что во всем мире им занимаются домохозяйки в основном. Это один из способов, наверное, выплеска энергии. Пол-дэнс займет свою определенную нишу, он принесет, ну, наверное, какой-то позитив в развитии людей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ